Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья! Всем привет! Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня мы будем открывать и смотреть устройство, которое называется Steam Deck Это всё будет в ASMR формате Я просто расскажу немного про него, потому что я являюсь счастливым обладателем Steam Deck Уже две недели я им пользуюсь, играю, как-то всячески изучаю, смотрю И, в принципе, созрел на то, чтобы поделиться с вами какими-то своими впечатлениями Начнём с того, что вы знаете наверняка, что я очень большой любитель всяких разных гиковых устройств и так далее Мне просто нравится это И у меня побывало в руках достаточно большое количество этих устройств Например, GPD-Win У меня был GPD-Win 2, GPD-Win Max Также у меня был NVIDIA Shield Вот эта вот, которая портативка тоже открывалась и закрывалась Всяческие разные эмуляторы на андроиде и так далее О них я даже рассказывать не буду В общем, у меня было много всяких штук Последнее устройство, которое у меня было, это был GPD-Win Max Достаточно дорогое устройство было И оно мне не устраивало по нескольким параметрам В общем, так говоря, я его продал И вот купил себе Steam Deck Благо я нахожусь сейчас в Европе В Европе намного проще сделать, чем, например, где-то в СНГ Да, потому что реально там можно купить только у каких-то перекупов Которые просто, я не знаю, там выставляют их в 2-3 раз дороже, чем они есть И достаточно реально проблематично даже по таким ценам их купить Здесь же я купил, опять же, не в официальном магазине Потому что в официальном магазине очень большая очередь на них И чтобы официально себе заказать они Вот ты сейчас их заказываешь, они тебе будут присылать его через год только То есть вот так вот То, что они не справляются с большим потоком заказов и так далее Это очень хорошо Потому что устроить будет много Они будут эту консоль, значит, поддерживать и так далее, и так далее, и так далее Всего есть 3 версии Steam Deck Отличаются они количеством памяти На 64 гигабайта Там eMMC стоит память, память И там медленно довольно-таки память Но в целом это самая дешёвая консоль Вот, потом на 256 гигабайт Это как раз вот это вот То есть там стоит уже SSD достаточно быстрая Вот И на 512 она самая модная И там какое-то антибликовое покрытие на экране В общем там SSD побольше Но, тем не менее, она на порядок дороже стоит Да, опять же, здесь тоже очень много всяких барыг, которые перепродают их Потому что они себе заказали с наценкой 200-300 евро их перепродают Но Мне повезло её взять У человека, который просто попробовав, купив себе, поиграв там 2-3 часа Он просто не понял этого устройства и Продал по фактически себестоимости его мне Вот И вот просто так картер игры я вообще абсолютно не думал, честно сказать, его покупать Ну вот, просто когда я его взял в руки, я прям всё, оно моё, всё Вот знаете, так бывает Вот поэтому сегодня будем... Вот такая предыстория была небольшая Сейчас будем его смотреть, распаковывать и так далее Вообще Вот Версия за 64 гигабайта идёт без ничего То есть просто вам дают консоль, играетесь и так далее Но От 256 гигабайт вам в подарок уже дают вот такой вот чехол Вот Который в принципе имеет свои плюсы и свои минусы соответственно тоже Ну Минусы для меня это то, что Здесь нету таких вот лямочек для... И вот такой, знаете, как шлейки, которые можно повесить на плечо и нести его как сумку, да? Этого нет здесь Вместо этого здесь вот просто вот такая вот ручка И вот такой вот, я не знаю как это назвать Бандаж или такая вот резинка, да? Которую можете подозревать, что куда-то, не знаю, там на шею себе повесить Или там как-то на руку нацепить Вообще, скорее всего это для пояса, да? То есть вы пояс продеваете и вот как-то так носите, например, да? Вот Что ж, второй минус для меня это то, что туда не помещается зарядное устройство, его родное То есть, соответственно, это чехол просто для того, чтобы вы взяли с собой куда-то консоль Вот Без зарядки Зарядку, соответственно, придётся брать где-то отдельно в сумке или в кармане тащить То есть, в принципе, это вы уже сами думаете Что ж, друзья мои А в чехле у нас находится вот такая вот Вот такая вот консоль Она очень приятно лежит в руках, честно вам скажу, потому что У меня есть Nintendo Switch, например, для сравнения Да, он меньше, он на порядок меньше И Switch конкретно помещается в карман пиджака, например, да? С Joy-Con В чехле Вам придётся его как-то носить отдельно, это 100% То есть, это не портатив Но, тем не менее, дома где-то на кровати поиграть там Вот, опять же, Steam Здесь полноценно стоит Steam OS 3.0 То есть, полноценно запускается Steam Полноценно с Steam Там вам синхронизируется облачная синхронизация Да, все ваши игры И вы можете, например, поиграв на компьютере в какую-то игру Если вам предстоит куда-то поездка, например, там в автобусе на поезде Вы ездите там на работу, например, час времени, да, на поезде где-то В пригород, скажем И вы спокойно этот час можете провести, например, продолжая эту игру играть уже С того места, на котором вы остановились Это очень удобно Вот Я не буду вам рассказывать технически какие-то характеристики Скажу просто, как человек, который реально пользовался ей 2 недели Она мне очень нравится Она мне очень нравится В ней есть что-то такое, знаете, Apple'овское Когда ты купил там какой-то первый iPhone, это было 10 лет назад Или iPod Touch Когда ты открываешь коробку, берёшь её в руки, ты понимаешь, что, блин, Samsung такие же продаёт телефоны Вроде бы, да, всё вроде то же самое А тут Apple, ты открываешь, да, просто магия Какая-то тебе так приятно это держать в руках Какой-то космический аппарат просто Вот тут то же самое Есть ощущение вот чего-то волшебного И реально консоль очень удобно лежит в руках Да, она немножко тяжеловата может быть Но удобнее всего играть вот так вот Когда она у вас где-то на коленях лежит или в этой области Она тянет практически все игры, которые есть на данный момент То есть вот Причём тянет достаточно быстро То есть тянет достаточно, ну, свободно, да, легко Например, тот же Metro Exodus Вот, оно тянет, ну, правда, понятное дело, на минимальных каких-то настройках Потому что надо понимать, что это мобильное всё-таки железо, да Вот, тем не менее, это где-то 40-50 кадров на разных локациях Кое-где 60 Вот, опять же, пока что я не видел какой-то игры, которая тормозила бы даже вот на минимальных настройках здесь То есть вполне себе актуальная тема, на которой можно играть реально во все практически игры Другой вопрос, что здесь стоит SteamOS То есть здесь не Windows, естественно И из этого следует ряд плюсов и ряд минусов Плюсы, например, это то, что вы можете любую игру просто вот играть там, например, в Resident Evil 2 ремейк Я очень большой фанат Resident Evil И они здесь все идут шикарно Просто без тормозов, без лагов 60 кадров в секунду Просто отлично Вот, и играете вы, например, в тот же Resident Evil И ваш поезд пришёл, например, да Вы просто выключаете консоль Ну, не выключаете, да, в ждущий режим её То есть кнопочка выключения один раз нажали Она ушла в спящий режим И ваша игра просто никуда не делась Она осталась на том же месте, на который вы поставили эту паузу, скажем так Вот, и вы приехали потом уже там куда-то домой, да И с этого же места продолжаете играть Это очень удобно, этого нет практически не было на консолях GPD Win На которых я раньше сидел, да, играл Вот, очень часто было так, что ты играешь там в какую-то игру Или где-то что-то делаешь Ты свернул её, да Там как-то комб захлопнул, закрыл Открываешь, а она у тебя уже не открывается, всё То есть вот здесь это очень-очень удобный режим Вот этого вот Приостановки, да, игр это как на Switch Определённо это супер плюс Вот Опять же, все игры идут через, скажем так Компилятор специально здесь стоит Который называется ProTune Вот, то есть Вот с помощью вот этого ProTune Вы можете запустить буквально все игры, которые есть в Steam Не все они запустятся у вас корректно То есть некоторые игры у вас будут там вылетать Потому что не все игры ещё корректно работают с ProTune Но Steam, скажем так, Valve, да Она тестирует игры и пишет в магазине Какая игра совместима полностью, какая частично А какая несовместима Чтобы вы, например, не купили себе под Steam Deck несовместимую игру Вот Опять же, минусы, конечно, тоже есть Иногда игры вылетают То есть какие-то лаги есть Но они достаточно редкие И бывают, наверное, ну где-то там один раз на пять-шесть часов То есть это вот так вот игры Вот Это реально терпимо То есть Нет каких-то проблем с играми Дальше Аккумулятор держит в целом вполне себе нормально Если играть во что-то очень тяжёлое Ну как бы когда консоль будет работать на пределе своих возможностей Он будет держать где-то два часа Где-то вот так два-два с половиной Вот И если играть во что-нибудь лёгенькое Это можно растянуть на семь-восемь часов даже То есть здесь Что очень хорошо Здесь есть встроенный, скажем так Встроенный Встроенная специальная программа Которая вы можете регулировать Частоту процессора Даже Там Тепловыделение Да Вот То есть все вот эти параметры Вы можете тонко настраивать под каждую игру Поэтому Если вы играете в какую-нибудь нетребовательную игру Какую-нибудь там Например Герои Меча и Магии 3 Вот Вы можете Реально снизить ТДП до одного вата Там Поставить Всё по минималке И у вас консоль будет жить просто Те же самые Семь-восемь часов Это Вполне себе Очень даже круто Вот Из органов управления здесь Всё более чем достаточно То есть Здесь есть Стики Да Курки Вот Курков здесь очень много Крестовинка Вот Клавиши X A B Y Ну стандартно всё Да Из нестандартного Здесь как на Steam Control Есть вот такие вот штучки Это эмуляция мыши То есть Вам очень удобно Например Прицеливаться в каких-то играх Либо же Где-то в режиме рабочего стола Управлять курсором мыши Вот этой вот Да Штучкой Вот То есть теоретически можно играть Даже в какие-то стратегии Но всё же на таком маленьком экране Это не так удобно Да Как на компьютере Вот Опять же Очень нравится Что здесь всё очень гибко настраивается И ты реально можешь Поставить сюда Кучу эмуляторов Есть очень много способов Как поставить сюда Windows Какие-то игры Просто То есть если у вас есть Например Какой-то лаунчер Того же World of Tanks Например Или лаунчер какого-то World of Warcraft Или другой игры Из другого магазина Не стим Вы его тоже сюда можете прилепить И у вас здесь будет полноценная игра Вот То есть Это всё делается За Там Четыре щелчка Очень просто Вот Система охлаждения Достаточно мощная И исходя из этого Он шумит Да Он шумит Потому что он греется Он выдувает эту всю теплоту Но Тем не менее Это нормально Для такого устройства Это портативное устройство Я так скажу Что GPD Win Max Хотел Как просто паровоз По сравнению Вот со стимдеком То есть У меня просто есть с чем сравнить И вам комфортно Вы когда играете У вас руки вот здесь расположены А Греется Вот устройство Вот здесь забор воздуха Вот здесь вот выдув идет То есть У вас Вы даже не чувствуете То что устройство нагрелось Вы можете это просто немножко услышать Когда оно работает На пределе своих возможностей Там На вентиляторе Вот здесь Можно также установить Windows Вот Значит Valve Обещает Выкатить Dual Boot То есть Что это такое Это значит Что у вас будет возможность Загружаться Как в Windows Так и в SteamOS Это было бы достаточно удобно Я думаю Потому что иногда вам В Windows Больше возможностей Что-то сделать Но это больше по части Там Что-то в фотошопе Поправить Там Что-то такое Ну опять же Работать в фотошопе Вот здесь Это Очень-очень странная вещь То есть для этого Как бы есть ноутбуки Да Там компьютеры И это проще намного будет Не надо делать там Из рыбы коня Да Прилепить там Ей ноги Хвост Вот Не надо этого делать Зачем это чисто игровое устройство И это удобно То есть возможно некоторые игры Будут лучше на Windows Запускаться Да Например Вот Но пока что Valve Не выкатило Dual Boot Энтузиасты сделали его уже тоже Но Я не вижу пока смысла это делать Вот То есть SteamOS Вполне себе нормальная Система Которая тянет Очень большое количество игр Здесь Вот И вот То самое Простое Вот вещь Когда ты просто в Steam зашёл Клацнул на игру Скачать Он прямо на консоли Скачал её И ты можешь играть Тебе ничего не надо делать Там Ну по сравнению с теми же GPT Win Да То есть то что я сравниваю Не надо там Настраивать Чего-то там И улазить куда-то То есть По биосам Там что-то выставлять ДДП Там Здесь всё это Уже как бы в принципе Вжито встроено И ты всё по ходу игры Можешь настроить Очень тонко Вот Я прошёл здесь Я очень большой фанат серии Resident Evil А также Игры Которая Называется Dead Space Вот Я По нескольку раз уже прошёл Все эти части И вот здесь Я опять прошёл Resident Evil Значит у меня был куплен Resident Evil 2 и Resident Evil 3 Remake Вот здесь эти две игры я прошёл без всяких проблем и сложностей Всё отлично идёт и играется Причём Для Resident Evil 2 Remake Здесь полная поддержка То есть Устройство говорит что Да Зелёненькая галочка там стоит Я его потяну без проблем И Не будет ошибок Resident Evil 3 Почему-то не поддерживается То есть Надпись что Нет поддержки Steam Deck Почему-то Какая-то проблема Видимо была Может быть Но Я скачал Запустил и всё работает Всё поддерживается Я уже прошёл И никаких проблем у меня не было Не знаю почему так Вот Что сказать Ещё Здесь очень большое количество кнопок То есть Помимо того Что здесь есть стандартная крестовина Джойстики вот эти Да Вот И стики так называемые И вот эти вот для мышек Да Как бы Площадочки Здесь также есть Вот ещё 4 дополнительных кнопки Вот Сзади В некоторых приложениях И играх Они уже настроены То есть Например Есть специальные там Раскладки управления Которые вы можете либо Сами настроить Либо скачать Из игрового сообщества Steam Это очень удобно Что вы зашли Например Скачали себе какую-то игру Вам не нравится Нативное управление Которое есть Вы просто заходите И скачиваете себе Другое управление Которое например Там человек проиграл с ним 40 тысяч часов Там Или не человек И им понравилось Всё Вы просто скачиваете себе Эту раскладку И ничего не настраивая Просто играете комфортно Дальше Либо если вас игра не поддерживает Там например Геймпад Вы просто берёте И настраиваете Там какие-то опции На кнопки Это всё очень удобно И вообще Абсолютно Никаких проблем С этим Нету Вот Опять же Работает Всё Отлично Значит Я дополнительно Вот такой вот Чехольчик Ещё Взял Вот Он такой Как из латекса Да Резиновый Но удобнее держать Как бы он не скользит Ну вот Здесь такие вот Есть видите Такие накладки Такие вот Как это называется Не знаю Такие шипы Да Вот И Отдельно я ещё Здесь Нарепил Стекло Да Которое сверху идёт Защитное Для того чтобы экран не царапался Потому что Он в принципе Самый простой Недорогое Разрешение экрана Кстати 720p Ну вот По-моему 1280 на 800 Грубо говоря Если не ошибаюсь Вот Оно низкое Это не Full HD даже То есть это где-то около HD Но экран маленький И очень приятно На нём смотрятся Все игры абсолютно даже На самых низких настройках В этом Да И большой плюс заключается Потому что Вы можете играть на нём Там какие-то старые игры Там 2008 2010 Года И они будут у вас Выглядеть просто великолепно Вот на небольшом экранчике То есть Если бы вы играли На каком-то 4К дисплее Вам было бы видно Кучу косяков Там Какие-то уже Огрехи графики Здесь такого не будет Вы можете просто пройти Какие-то свои Старые игры Либо же Пройти какие-то игры Которые может быть Вы когда-то пропустили Да Я вот достаточно много Игр пропустил И сейчас В стиме Много всяких распродаж И буквально За какие-то копейки Можно купить Хорошую игру А то и несколько игр И Попроходить их Вот По поводу того Что Да, это стим Уэс Да Нужно Покупать игры в стим Но Опять же Это Нормально То есть Это так все делают Весь цивилизованный мир Покупает контент А не пиратит Конечно Это выбор Каждого То есть вот Но Чисто ради эксперимента Сюда можно поставить Какую-то игру Ну например Которая Не будем Не будем говорить Про пиратский контент Но скажем Например У вас есть игра От Например GTA 5 Которую Вы когда-то Купили в каком-то другом цифровом магазине Она у вас просто вот есть Ну или какая-то игра У вас там была на диске Или что-то еще То есть у вас по факту Есть уже цифровая копия игры А Ее тоже можно сюда добавить Это сделать абсолютно просто То есть Вы просто выходите Здесь есть выход на рабочий стол Вот Там обычный Полноценный клиент Как вы на компьютере Вы берете В стиме Добавить Игру Не из моей библиотеки То есть добавить Сторонную игру Вот Добавляете ее Находите там И потом Просто выбираете Запускать ее В режиме совместимости С Протон Тут Протон это Скажем так Не знаю как называется Компилятор Или что-то типа В этом роде Который Код Windows Как перерабатывает Будет вход Консоли То есть Благодаря чему Вы соответственно На системе Не Windows Можете играть В какие-то игры Сделанные Под систему Windows Волшебно Просто как-то это работает Все Но это работает Вот И Совершенно все Нормально идет То есть Вы можете спокойно Запускать игры Не из стима Вот Какие-то свои игры Добавлять в библиотеку И запускать То есть Если у вас есть какие-то игры Это будет просто Ну Проще всего сделать Вот В целом Я очень люблю Такие гаджеты И вот Эта консоль Нам реально запала В душу Потому что Она действительно Скажем так Вполне то Для чего создано То есть Для игр На ней удобно Приятно И комфортно Играть С некоторыми Конечно Оговорками То есть Но это и понятно Потому что Все-таки Это первое устройство Такого плана На рынке Да И Скажем так Valve Еще будут допиливать их Да То есть Будут Доделывать Как-то Софт Будут доделывать И выпускать Какие-то вторые поколения Там Более мощные Может быть Более стабильные И так далее То есть Вот Давайте ее включим Потому что Вы скажете Что Алексей даже не включил ни разу ее Вот И Вот такая вот Значит есть Видите здесь Видно вам Да Давайте Вот так вот я Вот Сенсорный Естественный экран Вот У меня здесь Достаточно большое количество Игр Как для меня Это 51 игра Вот Но Опять же Половину Из этих игр Я просто подписался На EA Подписку Там у них акция была По-моему За Что-то там за 1 доллар на месяц Подпиской Я подписался И мне добавилось Там Какое-то количество игр Поиграть на месяц Вот Просто Тут все три части Dead Space Были Я просто не могу стоять Потому что За 1 доллар получить Ну хотя бы на месяц Три части Dead Space Со второй части Я уже прошел Первую часть Пока еще не играл Вот что-то со второй Решил начать Вот На подходе Третья часть Вот Куча всякого Вот Значит даже Вот есть Моя любимая Kings Bounty Игра Первого поколения Просто обожаю ее Это Замечательная игра Тоже была в системе По распродаже Вот Mass Effect Короче Все это здесь идет Отлично А также Моя любимая Resident Evil Resident Evil 2 Resident Evil 3 И 4 Resident Evil Это все здесь Замечательно Идет Вот И Вполне себе комфортно Играть Я так скажу Так что Если у вас есть Возможность Но опять же Я так скажу Что Покупать Steam Deck Или не покупать Конечно решать вам Но я считаю Что за эти деньги Которые она продается Скажем так В магазине Да Она стоит Своих денег Вот Но за те деньги Которые ее продают Перекупщики Она того конечно Не стоит То есть Понятно Что если вы купили консоль Там За 1000 долларов Перекупщика Там Или за 1500 долларов То это огромная сумма И конечно Стоит там Десять раз подумать Но ребят За там 500 долларов В принципе Я считаю Что это Мастхэв То есть если сравнивать ее Конечно с другими Аналогами Например там С GPD Win 3 С GPD Win Max Второго поколения Например Не второго А второй ревизии С Какими-нибудь там Aya Neo То есть они все Примерно стоят От Там 700-800 и выше То есть где-то вот так Даже и 1000 То есть я считаю Она дешевле этих всех устройств Ну и как минимум Еще и интереснее Потому что это Устройство от Valve Да Устройство которое Будет Поддерживать на очень Высоком уровне Под которое будет Скажем так Под которое будут Подстраивать Какие-то игры Возможно в дальнейшем Под которые будут Писать софт Какие-то Твики То есть здесь просто Поле непаханное Скажем так Для тех кто Разбирается там В Linux И так далее Люди Просто можно Настроить Консоль Ну как угодно Как тебе надо Как тебе нравится Там Все очень-очень тонко Настраивается Поэтому Вещь очень интересная Опять же для людей Увлеченных Типа меня Вот Я считаю Что определенно Если вы найдете За адекватные деньги То ее стоит взять То есть это не то Что это не Не комом Первый Блин То есть скажем так Это вполне себе Даже оладушка Все друзья Спасибо за Просмотр Вот Всем Хорошего настроения Всем Пока Спасибо тебе За просмотр Надеюсь Видео тебе Понравилось Субтитры Субтитры Субтитры